Бросить курить последний раз и навсегда. Как это сделать? Многие из вас, те, кто пристрастился к табакокурению, знают, что бросить курить – это легко. Как не начать снова? Вот здесь сложнее. Сегодня настал ваш судьбоносный момент, когда вы сделаете это последний раз. Если вы не являетесь курильщиком, то вы сможете поделиться этой информацией с теми, кто курит, и они будут вам очень признательны, так как благодаря вам они станут свободны. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей Смирнов. Я являюсь специалистом в этой области уже не первый десяток лет. Помогаю людям освободиться от курения. Помимо того, что я являюсь руководителем оздоровительного центра Петровича, и мы проводим оздоровительные заезды в Рязанской области. К нам прямо на заезды приезжают люди, которые знают, что помогаю оставлять табакокурением. И к нам приезжали люди, которые имели стаж курения 50 лет, 35. К нам приезжала, чтобы бросить курить, беременная женщина со слезами говорила, что она не может бросить курить. Также приезжала женщина, которая кормит грудью ребенком и говорила, что когда я кормлю ребенка грудью, я все время плачу, потому что я понимаю, что этот никотин попадает мне. Эти люди сегодня свободны, и у вас тоже получится. Что необходимо сделать для того, чтобы стать победителем в этой ситуации? Еще раз напомню, что это просто судьбоносный момент. Расскажу вам историю. Я поделюсь сегодня с вами теми опытами, которые распечатал, и они записаны в 21 секрет «Как бросить курить». Для вас они будут выявлены информативно, и вы сможете ими воспользоваться. Всегда в машине, в куртке я распечатываю и беру с собой или на утренней пробежке. И однажды я совершаю пробежку, вернее раздаю, постоянно кто-то стоит курит, я подбегаю, говорю, «Здравствуйте, у нас для вас подарок. Какой 21 секрет, как бросить курить? Хотели же давно бросить курить?» 95% говорят, да, хотели. 95% говорят, ну все сошлось. 5% говорят, нет, не хотел, это мое удовольствие. Я говорю, подождите, а сколько вы в своей жизни разбросали курить? Ну вот недавно бросал, понимаю, да? Подожди, зачем бросаешь, раз удовольствие, да? Почему люди сегодня идет отказ? Потому что они сделали несколько неудачных попыток и вспомнили, как это было больно, и вспомнили, как они потом чувствовали при этом эмоциональный такой упадок, что вроде бы как бы якобы они в кавычках проиграли. Нет, они сделали еще одну попытку, которая подвинула их еще ближе к цели. И у вас тоже, независимо от того, сколько раз вы бросали курить, сколько было попыток, у вас все получится. Используя простые средства, все получится. И вот однажды я встретил, мне позвонил знакомый и говорит, Сергей, расскажу тебе историю. Я говорю, хорошо, расскажи. Он говорит, я встретил свою одноклассницу и узнал, что она бросила курить. Я спросил, надо же, как у тебя это получилось? И она сказала, в моей жизни произошел судьбоносный момент. Он сказал, ну-ка расскажи, какой? Она говорит, стою я за остановкой, курю. Бежит парень. Увидел, что я курю, остановился. Подарил мне 21 секрет, как бросить курить. Сказал, что у меня получится бросить курить и убежал дальше. Я открыла, почитала и поняла, что это не случайно. И с тех пор я не курю. Поэтому делимся с вами этими вспомогательными средствами и у вас тоже получится оставить это пристрастие. Ведь это не только вредно. Это не только эмоциональная зависимость. Это и дорого. Это убивает нас сегодня как личность. Весь каждый из нас это уникальный, неповторимый, я верю, что божий шедевр. Итак, 21 секрет, как бросить курить. Но перед тем, как мы перейдем к этим советам, нам важно понять, что никотин это наркотик. И каждый человек, который сегодня курит, он является никотиновым наркоманом. И когда наркоман перестает употреблять наркотики, у него, как у любого наркомана, появляется ломка. То есть у него начинает абстинентный синдром. Мы должны понять, что неделю никотин выходит из крови. Неделя будет ломка на физическом уровне. У кого-то больше, у кого-то меньше, у 5% совсем не будет. Мы их поздравляем и за них очень рады. Но в большинство случаев происходит ломка. Как ее избежать? Что поможет избежать абстинентный синдром и даст период облегчения, мы узнаем как раз таки позже. Итак, ловите спасательные средства. И перед тем, как мы их начнем зачитывать и начнем узнавать, важно также знать, что когда вы принимаете решение не курить, вам нужно понять, что вы назначаете день, и в этот день вы бросаете курить. Вы не бросаете курить постепенным снижением дозы, потому что никотин это наркотик. Нужно порвать с наркотиками и переломаться. То есть мы должны четко это понять. Конечно, не нужны никакие вещи, как никотиновые пластыри, никотиновые жвачки, никотиновые конфеты, электронные сигареты и всякие другие вещества, что связаны с курением или с никотином. Друзья, это самообман, это помогает сделать неудачную попытку разочароваться, расстроиться. Табачные компании об этом очень хорошо знают. Кстати, слышали вы о том, что 90 процентов всех табакопроизводителей это люди не курящие, но далеко не глупые. Расскажу вам еще одну историю. Прямо хочется поделиться еще больше информации. Не так давно я пошел в парикмахерскую, чтобы подстричься. И парикмахер начал меня подстригать. Я чувствую, что от его рук пахнет сигаретами. Я говорю, уважаемый, а вы хотели бы бросить курить? Он говорит, да, я хотел бы бросить курить. И я достал 21 секрет, как бросить курить. И я говорю, у меня для вас подарок. И я хочу дать вам совет, что необходимо для этого сделать. Дал ему совет, поговорил. Вот, он счел мои слова убедительными. Я говорю, а еще хочу дополнительного вас спросить, а сколько вы в день курите? Он говорит, одну пачку в день. Я говорю, сколько пачка в день стоит? Он говорит, 200 рублей. Я говорю, это в месяц сколько? Он говорит, 6 тысяч. Я говорю, а в год? 72 тысячи. Я говорю, а сколько вы зарабатываете? Он говорит, ну, если насыщенный график, то около 50 тысяч в месяц. Я говорю, то есть вы полтора месяца работаете на табачную компанию? Он задумался. Я говорю, полтора месяца вы ходите на работу бесплатно для того, чтобы заработать деньги табачной компании. Думает, стоит. Я говорю, подожди, а сколько в день вы постригаете? Сколько у вас стрижек в день? А в месяц? В итоге мы подсчитали, что 150 стрижек он бесплатно делает для табачной компании. 150 стрижек. Когда я произнес эту фразу парикмахеру, у него глаза округлились, рот чуть-чуть приоткрылся, он этого не ожидал. Он просто каждый день ходит по 200 рублей. Вроде пачка сигарет сегодня, ну, всего лишь 200 рублей, ну, и завтра всего лишь 200 рублей. Ну, послезавтра, ну, это тоже всего лишь 200 рублей. А в итоге этот 72 тысячи, это полтора месяца, это 150 стрижек. Он задумался очень серьезно, и он произвел впечатление. Итак, друзья, что необходимо человеку, чтобы он бросил курить и остался свободным? Правило номер один. Утром постарайтесь как можно дольше оттянуть время выкуривания первой сигареты на пару часов до обеда или до вечера. Это до назначенного дня. К примеру, вы назначили день понедельник, что с понедельника вы не курите. Значит, то есть четверг или пятницу вы тренируете свою силу воли. С момента пробуждения вы просто усиливаете. Второе, закон волны называется. Желание закурить подобно волне. Сильное длится не более 3-5 минут. Именно столько нужно переждать. Передышка между волнами вам обеспечена. Терпите только когда хотите курить. Пункт номер три. Птицы мысли. Мы не можем птицам запретить летать над нашей головой, но мы можем запретить им свить на нашей голове гнездо. Обрывайте ваши курительные мысли всеми доступными в этом буклете советами. Едем дальше. 4. Никотиновый паразит. Пока вы курите, внутри вас живет никотиновый паразит. Ну, в кавычках, понимаете. Представим себе прообраз, который питается никотином. И постоянно требует, чтобы вы курили 4 дня без никотина, и паразит умрет и перестанет вас мучить. Пункт 5. Самая правильная жидкость. Выпиваете по 8 стаканов чистой негазированной воды в день. Это ускорит выведение никотина из организма. И еще очень важный момент. О нем многие не знают. Две недели или месяц не употребляйте черного, зеленого чая и также кофеиносодержащих продуктов. Дело в том, что кофеин, он провоцирует тягу курения. Они очень схожи с никотином. Схема очень похожая и близкая. Это будет провоцировать мало кто об этом из курильщиков знает. Курильщик с понедельника бросает курить, пьет чай, кофе, а оно его дразнит. А потом он говорит, нет, ну довели. Не, ну ты с этой работой? Не, ну с этой женой или с каким-то обстоятельствами разве бросишь? На самом деле были факторы, которые просто подтолкнули его к этому. Шестой пункт. Переключение. Мозг можно за 45 секунд легко заставить думать о чем-то другом, чем покурить. Когда вдруг желание курить придет, начните активно думать о чем-то другом. Возможно, это какая-нибудь хорошая книга, стихотворение или библейский стих, какое-либо обетование, где Господь дает силу, молитва, Отче наш, или что-то либо другое, какая-то песня вдохновляющая, которая вам поможет. Вот молитва является сильным способом в этом моменте. Седьмой пункт. Немного ходьбы. Чтобы пережить неприятный период отвыкания, нужно добавить себе гормонов счастья, эндорфинов. Для этого минимум один раз в день пройдитесь пешком без остановки 20 минут. Мышцы помогут выработать эндорфины, вам станет легче и радостнее. Делайте физические упражнения, гормоны радости помогут вам проходить абстинентный синдром. Восьмой пункт. Это пожевать что-нибудь. Рекомендую либо день, либо два, не более. То есть сигареты, они не нуждаются в замене. Человеку не нужно курение, поэтому заменять его не стоит. Многие люди говорят, я боюсь бросать курить, потому что я наберу лишний вес. Друзья, не заменяйте одну зависимость другой зависимостью. Просто порвите с курением, как с чем-то ненужным. Глубокое дыхание. Мало кто из курильщиков знает, что именно дыхание во время курения успокаивает, а не сама сигарета. Люди, когда курят, они действительно немного успокаиваются. Почему? Потому что в момент травления они делают дыхательную гимнастику. Они делают вдох, выдох, и они успокаиваются. Сделайте то же самое без этой вонючей раковой соски, которая вас отравляет. Сделайте вдох, выдох, пауза, и вы также успокоитесь. Теперь вы это знаете. Пункт номер 10. Контрастный душ. Это сильный способ отвлечься от желания покурить. Очень здорово освежает мозг. Схема контраста. Три минуты горячая вода, разогрев. 30 секунд холодная. Можно начинать с прохладной. Повторить три раза. Душ будет смывать также никотин, который выходит через поры, и вы будете чувствовать себя более бодрыми и свежими. Одиннадцатый пункт. Звонок другу. У вас должен быть как минимум один человек, который бы горячо поддерживал вас. Звоните ему, когда накатывает волна желания закурить. Это как заниматься спортом, пробежками, вместе. Здесь важна поддержка. Двенадцатый пункт – это высшая сила. Верите вы в Бога или нет, знайте. Он против курения, потому что курение вредит вашему здоровью. Так интересно, что однажды ко мне на программу пришел атеист, и когда мы нашли до 12 пункта, он мне сказал, Сергей, я не верю в Бога, я атеист. Я ему сказал, тогда у меня для вас предложение. Он говорит, какое? Я говорю, тогда просите Бога, чтобы Он помог вам бросить курить. Его глаза были немножко в недоумении. Типа, ты не понял? Я только что сказал, что я не верю в Бога. Я говорю, я прошу вас, чтобы вы просили Бога, чтобы Он помог вам бросить курить. Ведь если его нет, вы же ничего не потеряете. Но если он есть, а вы будете его просить, то вы сможете многое приобрести. Этот человек сказал, хорошо, я попробую. И мы вместе с ним начали молиться. В итоге этот человек, помимо того, что он бросил курить, его стаж курения был 35 лет, он начал читать Священное Писание и начал посещать церковь. Этот человек не только бросил курить, но и приобрел нечто ценное, важное и значимое. Молитва о душевном покое укрепит ваши силы. Вот она. Господи, даруй мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Даруй мужество изменить то, что мне по силам, и даруй мудрость отличить одно от другого. Аминь. Просите у Бога мужества бросить курить. Вам все будет по силу. Пункт номер 13. Наблюдайте за некурящими. Как некурящие справляют со стрессом без сигарет. Понаблюдайте за ними. Учитесь у них. Ведь вы теперь на всю жизнь свободны. Пункт номер 14. Отоспаться. Когда человек бросает курить, у 80% появляется сонливое состояние. У 20% бессонница. Выспитесь. Найдите время. Найдите выходной. Ляжьте спать пораньше. Отоспитесь хорошенечко. И помните, что с 21.00 до 24. Один час сна идет за два. Ложитесь вовремя и высыпайтесь. Пункт номер 15. Секретное оружие. Вы можете одеть на свое запястье канцелярскую резинку для денег. При проявлении желания закурить, оттягиваете ее посильнее и отпускаете. Больно? Больно. Вы просто тем самым напоминаете вашему организму, который перестал чувствовать боль от курения, что курить это больно. Напоминаете это. Так и должно быть. Вы вырабатываете болевой рефлекс. Курить это больно. Вы напоминаете. Пункт номер 16. Скажите себе, я решил освободиться от зависимости. Проговаривайте это обязательно. Слово имеет силу. Говорите, что вам нравится быть свободным от курения. Вам нравится вести здоровый образ жизни. Пункт номер 17. Сожгите мосты. В предыдущий день до курения выкиньте все свои сигареты, зажигалки, пепельницы, все, что с этим связано. И скажите всем своим друзьям, знакомым, что вы бросаете курить. Сжигайте все мосты. 18. Это определите день. Назначьте этот день. Между желанием и назначенным днем должно пройти не так много времени. Есть такая поговорка. Куй железо, пока оно горячо. Пункт номер 19. Не дайте загнать себя в угол. Угол это аббревиатура с каждой начальной буквы. У. Утомление. Избегайте в эти дни, особенно в первую неделю, лишнее утомление. Г. Голод. Избегайте голода, но также и не переедайте. Старайтесь отказываться от возбуждающей пищи. Жирный, острый, соленый. Также избегайте таких вещей, которые вас будут приводить к определенному стрессу. О. Одиночество и Л. Лишний стресс. Не смотрите возбуждающие фильмы, не играйте в возбуждающие игры какие-то, не слушайте какую-то возбуждающую музыку. Спокойная музыка, спокойные книги, контрастный душ, прохладная ванна, природа. Это будет вспомогательными средствами, которые помогут вам оставить курение. Двадцатый. Срыв – это не рецидив. Друзья, если в вашей жизни произошло все-таки падение, если вы идете, идете по всем пунктам, но вдруг вы упали, помните, что победители – это не те, кто никогда не проигрывает. Победители – это те, кто никогда не сдаются. Ведь перед тем, как вы научились ходить, вы же множество раз упали. Но когда вы упали последний раз, вы же не сказали, наверное, ходить – это не мое. Вы же снова встали и пошли. Поэтому если произошел здесь срыв, и знаете, встаем и идем дальше. Встаем и идем дальше. У вас все получится. И двадцать первый пункт. Следуйте всем этим советам. Верю, Господь вас благословит. Желаю вам всего самого хорошего и добра. Ждем ваших отзывов. Напишите о ваших победах. Они вдохновлят и нас, и это тоже поддержит наши руки. Друзья, оставайтесь с нами, будьте с нами и всего вам самого хорошего.